который день я наблюдаю за ситуацией которая сложилась на левом берегу собираю осколки всех информации я сижу на фейсбуке сижу в ютубе сижу в тик токе в телеграме левый берег вот все маленькие поселения включая олежки там просто много наименований всех не упомнишь но самое популярное слово это олежки насобирала такую информацию что сейчас вода начинает уходить так и там много было радостных сообщений вода уходит вода уходит оказывается смотрите вода уходит старики на крышах как их забрать с крыши если вода например ушла а если ты а если это парализованный человек или инвалид или без ноги без руки в гипсе ну малоподвижный человек так скажем как его забрать с крыши а представьте себе плавающие мины вокруг дома лодка так вот не подплывет человек не спустится так а представьте себе после такого количества воды ру рушится стены стены рушится просто элементарно что все как бы вода вода ушла уж это стены и вместе со стенами рушится крыша месяц человеком человек падает с обломками тонет вот сейчас уходит вода рушить стены стены с крыш падают люди которые обесточены без воды без лекарств с сумасшедшим давлением что они прощаются с жизнью и вообще как может сидеть даже здорового человека просто здорово чего посадите себя на крышу представьте что вокруг вас пример три метра и там сидит два человека еще три собаки и вот вывод этой позиции должны сидеть жара дождь жара дождь и вода крики дикие крики животных вокруг вас все хотят есть пить мчс не едет россия которая вне политики не едет даже не знаете кто не едет даже хорошие русские не едут все которые вне политики и и не поддерживает путина они тоже не едут к ними едет никто только вот если ждать дроны со стороны украинской правого берега но опять же как их всех найти как эти все дроны распределить что лекарства кому нужно понимаете ведь всем же нужны лекарства вода еда и надежду нужно надежда что и вода отступит таким образом что можно приплыть лодки чтобы не было мин чтобы крыша не обрушила чтобы усть мужчины были силы чтобы придвинуть свое тело вот туда где волонтер поэтому вот пожалуйста вода уходит но уходит вместе с домом вместе с телами дальше люди которые могут найти силы и доехать до блокпоста до блокпоста про расстрелы вы уже слышал я не первый день слышу разговоры про расстрелы на постах люди с домов с детьми с животными с пожилыми людьми выезжают на блокпостах их не выпускают при любом каком-то столкновении если там люди это начинает там не нужно выход я я хочу как бы выход тут тут страшно оставаться блокпосты расстреливают людей вы слышали про расстрел женщины с детьми вы слышали до беременная женщина была расстреляна я сегодня видел уже не красиво 20 лет у молодая 22 23 что такое беременная с детьми расстреляли женщину беременную с детьми на блокпосте. Она хотела выехать, ее расстреляли. Беременную женщину расстреляли. Что там эти дроны, что там старики, что там МЧС. Расстреляли, женщину не выпустили. С детьми расстреляли. Ну, я даже не знаю, за что браться. За что браться? МЧС никуда не ездит, никого не собирает. Не собирает никаких этих, все вот эти места, села, которые потоплены, вот люди, сколько ночей, дней можно выдержать без воды старикам? Сколько? Кто вообще им дает силу столько времени держаться за жизнь? Кто им дает силу столько времени жить? Потому что мне кажется, МЧС все ждет, когда они умрут. А потом скажут, вы знаете, а в принципе, они умрили еще до этого водохранилища. Ну, просто не успели родственники увидеть, что наш человек умирает дома, умер и не похоронили. Вот. А вода как раз все обнаружила. Видите, какие родственники плохие. Они же спишут все на родственников. МЧС ничего не делает. Блокопосты расстреливают. А вода, она вот такая, знаете, с ней никак не подружишься. Никогда она приходит, никогда она уходит. Я смотрю на эти истощенные животные, которые плывут там по 140 километров. Мебель приплывает из Херсона в Одессу. Вся эта жижа, все эти мертвые козы, коровы, лошади плывут. Мертвые дети плывут, мертвые женщины приведут, старики плывут. Куда это плывет? В Черное море плывет. Там, что люди отдыхают. И это все будет потом гнить, и будут, что, люди будут летом, что ли, курортную зону открывать? Такая эффективная... Это какая-то, может быть, новые эти... Бальзам для кожи, что ли, для омоложения? Смертью обтереться? Ну, что я могу сказать? Вот такие новости про Олешка. Что вода уходит? Что вода уходит? Меня просто поражает, что вот эта трагедия, которая развивается по кусочкам каждый день, минуту за минуту, эти вот маленькие значки на чепе, что ты еще жив. В это время русские сидят и говорят, а мы не поддерживаем войну. Да мне уже похуй, что вы поддерживаете русские. Вы значки эти видели? Почему вы не там? Почему вы не смотрите на блокпостах, расстреливают беременных женщин? Я вот не могу понять. Почему вы не видите, что парализованный мужчина лежит на крыше, а к нему не подъезжаешь? Потому что там мина. Почему вы этого всего не видите? Почему вы отгородились газеткой, что мы ждем, когда Путин сдохнет? А может быть, вы сначала даже сдохнете, для того, чтобы Путин сдохнет?